МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И герою Советского Союза Алексею Михайловичу Духову. Все время вспоминаем. Папа был добрый, скромный. На территории видновского специализированного дома ребенка обустроена спортивная адаптивная площадка с лыжероллерной трассой. Дети здесь будут заниматься бесплатно спортивно-адаптивным спортом. У детского сада «Лесная сказка», расположенного в 6-м микрорайоне города Видное, открылся новый корпус, рассчитанный почти на три сотни детей. Современное трехэтажное здание, в котором раньше располагалось коммерческое учебное заведение, перешло в муниципальную собственность. На открытие побывала и наша съемочная группа. Нам сегодня подарили наш любимый детский сад. Детский сад был приобретен в муниципальную собственность за счет средств регионального и муниципального бюджетов. Прекрасно оборудованное здание площадью почти 5000 квадратных метров и около гектара территорий для прогулок и занятий на свежем воздухе. Все это теперь в распоряжении маленьких жителей Видного. Губернаторам поставлена задача полностью ликвидировать очередь. Наши детские сады сегодня даже не сотни детишек. Буквально за последний месяц мы уже сократили очередь почти на тысячу детишек. Конечно, детский сад должен быть муниципальным, конечно, он должен быть в пешей доступности от дома. И сегодня такое важное событие, но это только начало большой работы. Новый корпус детского сада «Лесная сказка» полностью готов принять 285 детей. Пройден еще один важный этап в работе муниципальных властей по ликвидации очереди в детские сады. Мы на протяжении нескольких недель перед началом учебного года открывали так называемые детские мини-садики в рамках областной программы. Эта программа «Полисадик» очень востребована на нашей территории. На открытии детского сада присутствовали воспитатели, родители и, конечно, сами, маленькие хозяева заведения. Заведующая детским садом Татьяна Мухина провела для всех желающих экскурсию по кабинетам учреждения. Группа рассчитана и оборудована на детей с трехлетнего возраста. Это вторая младшая группа. Программа губернаторская мини-садов работает, «Полисадики» открываем. Еще планируется до конца года ввести в действие шесть мини-садов, поэтому действуем, работаем. И самое главное, этой работой довольны мамы. Одна из них, Софья Широва, тоже привела сегодня в дошкольное учреждение трехлетнюю дочь. Признается, для нее путевка в сад стала приятным сюрпризом. В мамских чатах, скажем так, ватсап, вчера и на прошлой неделе активно обсуждают, что очень сдвинулась очередь. Неожиданно получили письма счастья, как говорят мамочки. И, в общем, теперь вот собираются быстренько пройти комиссию медицинскую для того, чтобы неожиданно пойти в сад. Коллектив детского сада полностью укомплектован. Воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре, технический персонал. Всего 57 человек. У педагогов сад вызывает только восхищение. В этом детском садике нравится все. Начиная с территории, благоустроенной, много малых игровых форм. Само здание светлое, чистое, очень много помещений для развития, достаточно большие групповые, очень много игрушек, очень много методических пособий. И я так думаю, что здесь все просто прекрасно. В группах уже вовсю идут занятия, ведь здесь предусмотрено все, чтобы и игры, и отдых, и обучение были максимально продуктивными. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Помним, благодарим и гордимся. В год столетия герои Советского Союза Алексея Михайловича Духова в его родном поселке Володарского открыли памятник этому бравому танкисту. Наша съемочная группа побывала на торжественном мероприятии. В год столетия героя Советского Союза Алексея Михайловича Духова на его малой родине в поселке Володарского открыли памятник танкисту. Война застала его всего лишь 20-летним парнем, но уже с июля 1943 года он командир легендарного танка Т-34. На Курской дуге Алексей Михайлович вступил в сражение с десятикратно превосходящим противником и одолел его. Был тяжело ранен, но сражался до тех пор, пока не потерял сознание. Дальше месяц в госпитале и снова в бой. Слушая историю этого героя, думая о нем, представляя себе картины тех тяжелых боев, это очень важно, это нужно, об этих людях нельзя забывать никогда. Имя Алексея Духова внесено в список танкистов АСО Второй мировой войны по числу побед, подбитых и уничтоженных танков и самоходных орудий противника. Всего высокого звания Героя Советского Союза удостоены 1049 танкистов. Снизу монумента гранитная звезда, а на ней настоящая лобовая броня Т-34. Чудом уцелевший еще со времен войны элемент танка общим весом 1 тонна 200 килограммов привезли из Ленинградской области. Нам помогли поисковые отряды, мы нашли лобовую броню от танка Т-34-76, ну и соответственно он лег к основу этого памятника. Самый узнаваемый элемент, самый легендарный танк Великой Отечественной войны. А еще броня специально расположена под углом 30 градусов, все в точности, как на Т-34. Именно такой угол позволяет отлично рекошетировать снаряды. Всем спасибо, что нашли время подойти, подъехать. Алексей Михайлович Духов не только человек уникальной судьбы, смелый и волевой танкист, но и прекрасный семянин. Отец трех детей и дедушка шести внуков. После войны он всю жизнь прожил на родной Володарке, работал на местной фабрике. Не хватает там их. Мы очень хорошо помним о них. Не хватает, просто не хватает, честно говоря. Все время вспоминаем. Папа был добрый, скромный. Дети его хорошо помнят. Одна из внучек Алексея Михайловича, Татьяна Безубкина, и сейчас живет в поселке Володарского. Женщина с теплотой вспоминает своих дедушку и бабушку. Всегда в квартире, где жил дедушка, всегда было много гостей. Очень часто приезжали однополчане. Вот это я прям помню из детства. Всегда было людно, всегда очень гостеприимно. И бабушка, и дедушка были. Каждое 9 мая многочисленная и дружная семья Духовых приезжает на кладбище к своему герою, а потом вспоминает его за общим столом. Теперь этот маршрут обязательно дополнится. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Осень всегда ассоциировалась с желтыми листьями, школьниками, спешащими на учебу, и гриппом. Сегодня вопрос о том, как избежать заболевания, вновь актуален. Один из вариантов – сезонная вакцинация. Именно о ней наш следующий сюжет. Вакцинироваться или нет – такой вопрос себе задавал в этом году, наверное, каждый житель России. Но если QR-код у вас уже есть, не спешите переключать телеканал. Осень – время ОРВИ, поэтому в муниципалитете началась кампания против гриппа. Сегодня к нему относятся без опаски. Переносит на ногах, говорят, поболит и пройдет. Однако грипп – вирус коварный. Даже у здоровых людей он может повлечь осложнения – пневмонию или бронхит, сердечно-сосудистые проблемы и сбои в работе нервной системы. Поэтому с 1 сентября медицинские учреждения муниципалитета ждут всех жителей на сезонную вакцинацию. Противопоказания, как для любой вакцинации. Что противопоказания? То, что сейчас телек болеет. В этот период не надо вакцинироваться. Если он температурит, если у него обострение хронических заболеваний, нужно воздержаться. 10-12, максимум 14 дней, и дальше можно прививаться. Запрещено делать прививку и людям с непереносимостью куриного белка. Он входит в состав вакцины от гриппа. По этой же причине внимательно относятся и к пациентам с аллергией на желатин. В остальных случаях прививаться можно и даже нужно. Но у каждого на этот счет свое мнение. Лично я не вакцинируюсь от гриппа, потому что мутирующий вирус каждый год. Пропиваем просто витамин С и все. Ежегодно. Я и ребенок. Я от ковида сделала и от гриппа тоже буду делать попозже. Ну, в сентябре, в октябре, наверное. При этом вакцина от гриппа не спасает человека от коронавируса. Работает это и наоборот. Поэтому сегодня рекомендовано привиться и тем, и другим. Важно, что между вакцинациями должно пройти не меньше месяца. Если человек болеет ковидом и еще заболеет гриппом, то действительно будут более сложные, более тяжелые течения обоих заболеваниях. Организм один, иммунитет один. Вот если у нас будут с вами защитники антитела против ковида и против гриппа, то все-таки, надеемся, пандемии хотя бы гриппа не будет. А исследования показали, что такая ситуация вполне вероятна. Сегодня в муниципалитет уже поступила первая партия вакцины – Савигрипп. Прививка бесплатна. Ее можно сделать, заранее записавшись через портал госуслуг, поликлинику или местную амбулаторию. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Воспитанникам Видновского специализированного дома ребенка один из благотворительных фондов сделал необычный подарок. Теперь малыши смогут заниматься спортом на адаптивной площадке с лыжероллерной трассой. Занятия будут проходить круглый год. В этом году Видновский специализированный дом ребенка отмечает солидный 80-летний юбилей. Он создавался как приют для детей, чьи родители ушли на фронт. С годами учреждение превратилось в полноценный реабилитационный центр для ребят с поражениями центральной нервной системы и нарушениями психики. Неоднократно меняло свое название, подчинение. Но это всегда был дом для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ко дню рождения дома ребенка одна из благотворительных организаций оборудовала на его территории спортивную адаптивную школу. Дети здесь будут заниматься бесплатно спортивно-адаптивным спортом. Те, которые проживают в доме малютки, а также дети, которые проживают в городе Видном. Наш фонд приобретает весь необходимый спортивный инвентарь, оплачивает тренеров, тьютеров, ну и, соответственно, как бы всячески содействует и поддерживает данную школу. Здесь появились трассы для катания на лыжах и лыжероллерах. Отапливаемый павильон с раздевалкой и комнатой для занятий. Площадка для игры в футбол и волейбол. Лыжероллерная трасса будет способствовать физическому, умственному, эмоциональному, психологическому развитию детей. Вы занимаетесь очень важным и благородным делом. Зажигаете огоньки радости в глазах детей и дарите надежду их родителям. Благодарим вас. Как здорово, что есть рядом с вами люди, которые помогают и участвуют. Хочу, чтобы в вашей жизни сейчас мы смотрим все параллельбийские игры. У нас уже есть лыжероллерная трасса. Теперь мы ждем от вас чемпионов. Все необходимое оборудование для занятий уже лежит в шкафчиках раздевалки. 51 комплект по количеству воспитанников дома ребенка. У каждого ребенка индивидуальные лыжи, индивидуальная обувь для каждого из них. Также была приведена в порядок территория дома ребенка. Вдоль лыжероллерной трассы и по периметру спортивной площадки было высажено 800 туй. Деревья жизни, как их многие называют, не только красивы, но и благотворно влияют на дыхательную и нервную системы организма и очищают воздух. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, ВИДНЭТРА. ВИДНОВСКИЕ МОТОБОЛЬНЫЙ КЛУБ МЕТАЛЛУРК ПРОДОЛЖАЕТ СВОЙ ПУТЬ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 2021 ГОДА. За последние дни спортсмены успели сыграть в двух матчах этапа плей-офф. Оба прошли в городе Ипатово Ставропольского края. Подробности в репортаже Юлия Поготьян. 2 сентября в игре с командой Агрокомплекс из Краснодарского края Металлурк одержал уверенную победу. Хорошие результаты показывали молодые игроки. А костяк Видновского клуба Владимир Сосницкий и Иван Крештопа отправили в ворота противника по три мяча. Итог встречи 8-0 в пользу Металлурга. Я, конечно, ожидал большего от Агрокомплекса, потому что команда, в общем-то, с опытом и, видимо, тоже готовила. Заняла третье место. Я думал, все-таки окажется против Ленин. Ну, или они плохо играли, или мы очень хорошо играли. Поэтому все, первая игра прошла достойно. Только к следующему матчу удача снова отвернулась от Металлурга. Игра с местным Колосом опять выдалась не из простых, приняв во внимание все ошибки предыдущего поражения с Ипатовцами. В этот раз Металлург был настроен на победу. Во втором периоде видновчане ввели 4-1. Ох ты, Иван Крешов, какой рикошет! И влетает в дальний угол 4-1. Да, сегодня Металлург показывает очень хорошую игру. Однако к концу встречи противнику удалось сравнять счет. Мы играли в меньшинстве в конце четвертого периода. Владимир Сосинский подъехал и начал выяснять ненужный момент такой с судьями. Что, как, ну. Естественно, с судьями нельзя говорить плохими словами. И вообще разговаривать. Даже к капитану подъезжать, когда предупреждают, где-то отъедьте, или будет карточка, и задавать вопросы в кругом тонны. Ну и получили, что получили. Сначала зеленый, он дальше начал грубить и желтый. Мы остались в меньшинстве. И за три секунды оставалось где-то полторы-две минуты до конца. И за три секунды сравняли. Так встреча заканчивается ничьей. 4-4. И в дополнительном времени, когда на улице уже было темно, а стадион не освещается, и патовцы забивают ворота Металурга решающий гол. Но и здесь видновчанам удается отыграться. Однако судья не засчитывает мяч. Говорят, что мы заехали на линию. Хотя на повторе видно, что Иван Перештопа. Все четко с розыгрыша, с домашней заготовки забиваем гол. Все, заканчивается игра. 5-4. Мы 4-5 для нас. Ну, мы проиграли. Впереди у Металурга еще два матча с Колосом и столько же с Агрокомплексом. Сейчас спортсмены уже находятся в Краснодарском крае. Здесь они играют 7 и 8 сентября. Проигрывать больше нельзя. Результаты повлияют на финал чемпионата России по мотоболу. Петновчане это прекрасно понимают. Несмотря на многочисленные травмы у игроков, настроены они решительно. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова